Был сейчас на вечерней службе, мне задали наши прихожане вопрос по проводу мощей. Всё значит, я вашу передачу слушал, Вячеслава, пояснение, всё понял. Мне задали, у нас есть в храме лежит мощевик, соловков привезённый. 22, там сказали, крест-мощевик, там 22, сказали, святых, частиц святых. И ещё такой вопрос. Антименс, литургия не проводится. Какие мощи там вложены? Антименс. Должны быть написаны на нём, на антименсии? Можно использовать. А они должны быть написаны там, подписаны на антименсии. Мы по вопросу, что мы мощам поклоняемся, это наша была передача. Ну да, на что мощи поклоняемся? Мы православные, мы подчиняемся, но говорим, что в прах ты и в прах возвратишься. В раю ещё Господь сказал. И Степана, первомученика, похоронили в землю. Этого не было, чтобы вот искали мощи, резали нигде. Ни один святой этого не заповедовал, а запрещали. Они всё это скрывают. Семён Столпник, у него патриарх был в друзьях. И он решил у него от бороды там волосинку взять. И у него сразу рука отсохла. Он волосинку положил, и тогда рука снова сделала здоровая. Так, а мы мощевику, кресту мощевику, там 22, постоянно как праздник такой, мы лобызаем, прикладываемся. Ну что, что прикладываемся? Мы подчиняемся, но должны знать, что Господь это не заповедал. А наоборот. Я и говорил об этом. Все мощи собрать, вместе с патриархом, найти самое благословенное место, где там в храме Христа Спасителя, и всё захоронить. Прах и в прах возвратишься. Это остаётся в силе. Что бы они ни говорили, ни писали. Эти слова, которые ещё в раю были даны. Оставьте мертвецам, хоронить мертвецов, а не выкапывать. Даже хоронить, и то это люди, как будто какие-то мертвецы. Но мы подчиняемся. У нас у православных всё на выверт идёт. Как нам подчиняться сейчас? Ну как подчиняться, конечно. Поцелуй, да иди домой. Молись. Но не настаивай, чтобы тебе там дали. Всё понятно. Спаси Христос. Слава Христу. А голова на Крестителе где находится? Голова на Крестителе. Ты спроси сначала, сколько голов. Тут мошенства конца края нету. У Иоанна Крестителя, кажется, 24 руки, только в разных местах. Всё, нормально? Конца края этой лжи нету. Мир вам, Игнатий Тихонович. С миром. Вот есть такое поверье, или может это на самом деле так, когда за грешника читает главу из Евангелия. Такое возможно, можно, позволено, нет? Чтобы Господь помиловал и обратил того грешника. За кого читаешь главу? Он-то сам слышит или нет, что читает? Нет. Евангелие-то считают для кого-то, а не так, что за кого-то. По псалтыре молятся, понятно, а в Евангелии как? Это по учению. Как там заочно? Я даже не знаю, как заочно молиться по Евангелию. Это ложное поверье, да? Вот читать главы за другого человека. Да почему за другого? Вот это тебе нужно, ты считаешь, как это за другого? Как это может быть? Ну ты, допустим, села за стол и есть, а у тебя там где-то дочь или кто далеко, и ты за нее поешь, посиди. Нет, ты скажешь, она сама должна есть. А это духовная пища. Евангелие – это духовная пища. Вот в интернете байки ходят, что вот рассказы, там старцы какие-то, вот тоже они читали за других, чтобы, ну, как грешника вывести из грехов, как бы отрабатывать за него, вот таким образом, вот грехи. Они на себя такой подвиг за других читают? Я хочу сказать, не поганьте языки об этой вещи. Берегите себя. Считай Евангелие для себя, вслух или про себя, и другому проповедуй. А тут и за мертвых, и за живых Евангелие. Да мертвому ничего не надо уже. Он уже давно или в аду, или в раю. Спасибо, Христос. Вы фильм посмотрите, называется «Сбежавшие из ада». Я бы его скинул вам, если надо. Записал я нас с вами. Да, там, как говорят, там вторая какая-то съемка была. Ну, вот это я могу вам просто показать. Сейчас поговорим, я сразу скину здесь. Вот во свете Библии занятия и молитвы. Вопросов нет больше? Отхожу.